История крушения канадского парома Нароник. Пароход Нароник был канадским пассажирским судном, на котором произошел пожар в гавани Торонто в сентябре 1949 года, в результате чего погибло не менее 118 человек. Нароник был спущен на воду 2 июня 1913 года в Порт-Артуре, Антарея, Канада. Он был построен для пассажирских и грузовых перевозок на Великих озерах в Америке. У него было 5 палуб, длина – 110 метров. При максимальной вместимости он мог вместить 600 пассажиров и 200 членов экипажа. Одной из самых больших и красивых пассажирских судов в Канаде того времени его прозвали «Королевой озер». Пассажирские палубы были обозначены буквами ABCD, и ни одна из них не имела прямого доступа к причалу по ступенькам. Единственные выходы находились на самой нижней палубе – палубе И. Там было два трапа по левому борту и два по правому борту, и одновременно работали только два. У Нароника было 8 кораблей, товарищей по флоту. 14 сентября 1949 года Нароник отправился в семидневный увеселительный круиз по озеру Антария из Детройта, штат Мичиган. Он должен был отправиться в Прескот, Антария и на тысячу островов, прежде чем вернуться через Торонто, и Детройт в Сарнию, где он должен был остаться на зиму. На борту было 524 пассажира, все кроме 20 человек были американцами, и 171 члена экипажа, все канадцы. Капитаном в рейсе был Уильям Тейлор. 16 сентября паром Нароник пришвартовался на ночь, к пирсу 9 в гавани Торонто в 19 часов ровно. В 2 часа 30 минут пассажир Дон Чорч заметил дым в кормовой части коридора правого борта на палубе С. Чорч последовал за запахом дыма в маленькую комнатку у левого коридора, прямо перед женским туалетом. Обнаружив, что дым шел из запертого бельевого шкафа, Чорч уведомил посыльного Эрнеста Анила о пожаре. Не поднимая тревоги, Анил побежал в кабинет стюарда на палубе Д, чтобы забрать ключи от шкафа. Как только шкаф был открыт, огонь вырвался в коридор, он быстро распространился, подпитываемый полированными лимонным маслом, деревянными панелями на стенах. Чорч Онил, еще один посыльный и еще один пассажир, попытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но почти сразу же были вынуждены отступить из-за распространяющегося пламени. К своему ужасу Онил обнаружил, что пожарные шланги корабля вышли из строя, Чорч бросился в свою каюту на палубе Д, и он, его жена и дети бежали с корабля. Онил побежал в каюту офицеров и сообщил об этом капитану Тейлору. Затем первый помощник Джерри Вуд подал сигнал свистком корабля, чтобы поднять тревогу. Было 2 часа 38 минут ночи, всего через 8 минут после начала пожара, но половина палуб корабля уже горела. 27-летний Дональд Уильямсон был первым спасателем на месте происшествия. Проработав допоздна на заводе Гудьер Тая, бывший матрос на озерном грузовом судне хотел увидеть Нароник, который, как он знал, находился в порту. Он прибыл на звук сигнала бедствия корабля, так как огонь быстро разрастался, и люди лихорадочно прыгали в озеро. Заметив неподалеку большой малярный плот, он отвязал его и толкнул к левому носу корабля. Когда люди прыгали с горящего корабля, он вытаскивал их из воды в безопасное место на плоту. Отвечая на обычный звонок, констебли Рональд Андерсон и Уоррен Шидок повернули свою аварийную машину на набережную королевы как раз вовремя, чтобы спасать людей. Их крейсер был немедленно окружен выжившими, многие в шоке, некоторые в огне. Пассажир предупредил Андерсона о тех, кто в воде, и о тех, кто на палубе, некоторые из них горели. Андерсон снял форму, прыгнул в холодную маслянистую воду и начал помогать Уильямсону на плоту. Детектив Серил Коул позже присоединился к ним, плывя с выжившими к причалу. Другие полицейские подтягивали раненых к Шидоку и другим спасателям, которые оказывали первую помощь. Среди этих офицеров был Джек Маркс, который впоследствии стал начальником полиции Торонто. Членам экипажа пришлось разбивать иллюминаторы, чтобы вытащить некоторых пассажиров из кают. За несколько мгновений до того, как прозвучал свисток, ночной сторож Пирса заметил пламя, исходящее от корабля, и вызвал пожарную часть Торонто. На место происшествия были направлены насосная машина, автопоезд, автомашина высокого давления, автовышка, спасательный отряд, заместитель начальника и пожарный катер. Также были отправлены машины скорой помощи и полиция. Первая пожарная машина прибыла на пристань в 2 часа 41 минута ночи. К этому времени весь корабль был охвачен пламенем. Когда вспыхнул пожар, на корабле было всего 15 членов экипажа, и им не удалось провести осмотр четырех верхних палуб, чтобы разбудить пассажиров. Тех, кто проснулся, разбудили крики и беготня по коридорам. Большая часть лестничных клеток корабля была охвачена огнем. Немногие пассажиры смогли добраться до палубы Е, чтобы сбежать по ступенькам. Некоторые пассажиры спускались по веревкам на пирс. Позже эта сцена была описана как сцена великой паники, когда люди прыгали с верхних палуб охваченных пламенем, а некоторые падали насмерть на пирс внизу. Другие были затоптаны насмерть в бешеном беге перепуганных пассажиров по коридорам. Третьи задохнулись или сгорели заживо, не имея возможности покинуть свои каюты. Говорят, что крики умирающих были слышны даже сквозь звуки свистков и сирен. Первая спасательная лестница была продлена до палубы Би. Пассажиры тут же бросились на нее, в результате чего лестница сломалась пополам. Пассажиры упали в гавань, где их спасла ожидающая пожарная лодка. Другие лестницы были вытянуты на палубу Си, они прочно держались на протяжении всего спасения. Примерно через 20 минут металлический корпус раскалился до бела, а палубы начали прогибаться и рушиться друг на друга. После часа борьбы с огнем паром Нароник был настолько наполнен водой из пожарных шлангов, что сильно накренился в сторону пирса, заставив пожарных отступить. Затем корабль выпрямился, и пожарные вернулись на исходные позиции. К концу пожара на корабль было вылито более 6,4 миллиона литров воды из 37 шлангов. Пожар был потушен к пяти часам утра, а обломкам дали остыть в течение двух часов, прежде чем началось извлечение тел. Поисковики обнаружили ужасную сцену внутри сгоревшего корпуса. Пожарные сообщили об обнаружении в коридорах обгоревших обнимающихся скелетов. Некоторые погибшие пассажиры были найдены все еще в своих кроватях. Многие скелеты были почти полностью сожжены. Во всех окнах поплавились стекла, и даже стальная фурнитура деформировалась и скрутилась от жары. Все лестничные клетки были полностью разрушены, за исключением одной у носовой части. Для опознания жертв использовалась судебная стоматология. Это было описано как первое или одно из применений стоматологических карт для опознания тел. Число погибших в результате Нароникской катастрофы так и не было точно определено. Оценки варьируются от 118 до 139 смертей. Большинство умерли либо от удушья, либо от ожогов. Некоторые погибли от того, что их затоптали или спрыгнули с верхних палуб на пирс. Утонул только один человек. В гневу многих, все 118 первоначально пострадавших были пассажирами парома Нароник. Один член экипажа, Луиза Дастин, позже скончалась от полученных травм. Она была единственной жертвой из Канады из 119 погибших. Федеральное расследование было сформировано Палатой общин Канады для расследования аварии. Было установлено, что пожар начался в бельевом шкафу на палубе Си, но причина так и не была обнаружена. Было сочтено вероятным, что сотрудник прачечной по неосторожности уронил сигарету. Причиной большого количества погибших в основном была некомпетентность и трусость экипажа. Слишком мало членов экипажа дежурили во время пожара, и никто не пытался разбудить пассажиров. Кроме того, многие члены экипажа покинули корабль при первой тревоге, и никто из членов экипажа никогда не вызывал пожарных. Пассажиры никогда не были проинформированы о путях или процедурах эвакуации. Были также признаны виновными дизайн и конструкция 36-летнего корабля. Интерьеры были обшиты промасленным деревом, вместо огнеупорного материала. Выходы располагались только на одной палубе вместо всех пяти. Ни один из пожарных рукавов корабля не был в рабочем состоянии. Капитан Тейлор был провозглашен героем в течение нескольких недель после пожара. Он был одним из членов экипажа, покинувших Нароник. Во время пожара он разбил окна, вытащив застрявших пассажиров из их комнат. Министерство транспорта Канады, расследовавшее катастрофу, обвинило компанию Canada Steamship Line и капитана Тейлора в неспособности принять надлежащие меры предосторожности против пожара. И приказала приостановить действие сертификата капитана Тейлора на один год. Свидетель обвинил Тейлора в алкогольном опьянении, когда корабль загорелся. Тейлор отрицал это, а другие свидетели свидетельствовали, что Тейлор вел себя нормально. Корабль, осевший на мелководье, частично разобрали на месте. Верхние палубы были срезаны, а корпус снова спущен на воду 29 ноября 1949 года. Его отбуксировали в Гамильтон, Антария, где он был списан. Представители компании заподозрили поджог. Позже были проведены сравнения с пожаром на борту пассажирского корабля «Квабек», на котором было доказано, что пожар был преднамеренно в бельевом шкафу 14 августа 1950 года. К 1967 году Сейл постепенно вывела из флота оставшиеся пассажирские суда из-за новых международных правил, касающихся судов, содержащих древесину и другие легковоспламеняющиеся материалы. Иски о возмещении ущерба для Нароник были урегулированы на сумму чуть более 2 миллионов долларов. Свисток Нароника был выставлен в морском музее на набережной Торонто. Фонд наследия Антария установил мемориальную доску рядом с местом катастрофы в свой 50-летний юбилей.